всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия что я вам сегодня хочу показать вы будете удивлены все показывают цветы 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 но так как мне мой любимый муж построил в прошлой весной теплицу то конечно же я буду садить овощи это перцы огурцы и томаты прошлом сезоне я их уже садила но садила уже рассадой которую мне вырастила бабушка то есть она для меня ее посеяла она у нее взошла ну и доращивала уже ее я и выращивала в теплице уже ее я ну а саму рассаду посадить и вырастить я еще не садила собственноручно поэтому для меня это первый опыт посадки овощей вот конечно же боюсь переживаю ну думаю что принципе ну получится получится нет так нет ну куда деваться всем конечно же учимся на наших ошибках жить вот и что хочу я сказать предысторию по поводу именно посадки посмотрела полистала чего только где только и каких только способов нет сейчас меня конечно поражают эти способы улитки самокрутки на ткани ну как только люди конечно не изощряются извините меня за выражение но я считаю что это вот ну никак по-другому это не назвать но потому что но если вот она семечка она же требует земли требует особой емкости для посадки а там какой-то пакетик завернуть целую стаю семян и так чтобы они потом ну прорастают они конечно прорастают куда им деваться но но очень не буду я конечно дальше эту тему развивать потому что я могу долго на эту тему говорить да может быть вы конечно меня не поддержите в этой ситуации но я буду сеять сразу вам говорю обычным бабушкиным методом то есть никаким не московским не каким-то не ульяновским там или какими там только методами не сядет не садят я буду садить обычным бабушкиным методом то есть это земля стаканчик полив и так далее и тому подобное никак иначе потому что ну эксперименты экспериментами это понятно но растение то здесь причем она ведь здесь не причем и кушать его нам мне лично моим детям моему мужу и так значит тоже так же искала способы как чего посадки поняла только то что перец на ранней стадии не любит пикировку и так чтобы избежать первой пикировки да то есть не стала я сеять его в общую плошечку я решила сразу же его посеять в стаканчике также прочитала что емкость должна быть не маленькая требует он вот именно что его корневой стержень он должен нарастить корневую систему перед пикировкой уже большую емкость поэтому посадочная емкость должна быть 10 12 сантиметров для для перца подходящие но 12 сантиметров я не нашла вот нашла стаканчики обычные 0 2 они 10 сантиметров я думаю что этого будет достаточно дальше какой момент еще глубина посадки семечка глубина посадки вот именно что что опять же нужно этот момент уточнить при пикировке нельзя заглублять стволик перца потому как он не наращивает корневую систему так как например томаты да мы можем заглубить дальше от столбик от стволика пойдут корешки у перца нету перца такая другая ситуация он наоборот может загнить этот этот стволик да ну и тем самым заболеть растеница может может и вообще погибнуть этого я не хочу поэтому я сразу же буду сеять семянки на глубину 3-4 сантиметра сразу же тоже вам в такой момент уточню далее значит расскажу что я и как делала значит вот у меня два вида обычных семян то есть тут я не стала пока там по сортам да и у нас магазине небольшой ассортимент обычно вот какой мне посоветовали красный бык ранний сочный хрустящий сладкий и бик герл или герл не знаю как в общем крупные сладкие толстостенные это красненький и оранжевенький мне в принципе больше не нужно пока на данном моем этапе начинающим тут 15 штучек тут 0 2 грамма две пачечки я взяла значит перец такая культура тоже капризная насколько я поняла ну изучая вот его посадку то есть он требует разбухания набухания значит прочитав одну книжечку мне очень понравилась статья по посадке перца и я бы решила прибегнуть именно к такому посеву значит берем мы семянки ложим на ватный диск закрываем сверху вторым ватным диском отправляем на полчаса водичку температура должна быть 53 градуса то есть вот эти ложечки я заполнила горяченькой водичкой 53 градуса полчаса они у меня так постояли далее отжала водичку и отправила на несколько часов а точнее скажу на 5 часов потому что с 12 часов до 5 часов они у меня были холодильнике на самой первой полке от морозилки то есть это самая холодная полочка вот тем самым мы создали такой шоковую терапию нашему перчику вот и далее я достала также отжала и уже погрузила на полчаса в раствор с энергеном вот с таким тоже вот стимулятором пробудителем роста это что касается предпосевной обработки семян далее почвенная смесь как что касается наполнения почвенной смеси почвенную смесь я купила теравита специальную красный пакетик для посева перца баклажанов и томатов это мне тоже также посоветовал магазине продавец и туда я добавила песка и кокосового субстрата то есть также кокосовый субстрат и земля у нас в соотношении один к одному песка добавила я литр вот тем самым у нас получилась хорошая такая почвенная смесь вот именно что какая годна для перца вот значит наполнила я стаканчики и уплотнила уплотнила так чтобы вот мне мне можно было уплотнила я брала вот такую толкушечку и вот так я уплотнила почву дальше значит вот я у себя пронумеровала вот так вот с помощью линейки три сантиметра отмерила и замерила что если я посажу семечко то как раз от краешка стаканчика у меня останется сантиметр это очень хорошо дальнейшем поливать будет удобно то есть через край у меня ничего не польется вот значит мы сейчас с вами уплотнили и следующий этап мы должны с вами пролить хорошо земельку то есть почвенная смесь у нас должна быть достаточно влажной опять же тепленькая водичка у меня здесь есть добавила я биогумус для рассады любой любые какие у вас есть гуматы биогумусы либо это может быть тот же самый энергет пожалуйста ну вот водичка коричневая может кто-то воспользуется фитоспорином это тоже уже пожалуйста на ваше усмотрение это только плюс то есть и фитоспорине и в биогумусе и в любых гуматах там содержится вот именно что вот эти полезные бактерии микроорганизмы которые нашей почве оказывают благоприятное влияние на развитие наших с вами сеянцев то есть вот я смачиваю теперь нашу почву нужно смочить так чтобы она была обильно смочена вот на конце кстати крышечки я сделала такие несколько отверстий тем самым у меня как лечка такая получилась водичка теплая приятная вот значит мы видим в разрезе сейчас посмотрим что стаканчик у нас увлажнился но вот я что-то думаю что мне кажется этого недостаточно сейчас еще раз пролью почва у нас еще этим же самым способом уплотнилась то есть еще меньше стал объем вот видно уже что она теперь практически полный стаканчик он увлажнился видно теперь в разрезе и в следующий наш этап это мы с вами раскладываем семянки стаканчики сейчас мы с вами развернем посмотрим что у меня тут получилось так вот они эти два диска про которые я вам говорила я их чтобы они у меня не раскрылись резиночкой вот перевязала и вот так в таком состоянии не умнее были вот они мои перчики будущие ой как не хочется надеяться что они у меня будут что я смогу вот они вот так вот выглядит и сейчас я буду по одной семянке раскладывать их стаканчик серединку стараемся конечно же это делать вот надо мне знаете что приобрести пинцет в этот раз у юли меня его я смотрела спасибо ей огромное что она советует приобрести иметь у себя опять же в садовой аптечке хозяйстве это пинцет но знаете для контактных линз там силиконовые наконечники и мне как раз тоже нужна линза вот обязательно поеду скорее всего может быть даже это будет завтра вот и обязательно приобрету себе такой пинцет вот сейчас я видите это делаю руками а был бы у меня под рукой пинцет это было бы намного уже удобнее мне кажется и быстрее вот ну я ничего страшного все будет все надо же учимся жить мы же еще только начинающие вот поэтому все у нас тоже будет и пинцеты и знание и умение и практика вот вот некоторые показывают кстати такие пинцеты с длин длинные вот такие да вот таких я не знаю даже где такие найти очень будет конечно тоже хотелось такие иметь пинцетик такой пинцетик у себя но вот я даже и не знаю где такой сейчас найти то есть это еще давнюшние понятно что где-то когда-то они были так пока все я не буду вам показывать как вот и что я сейчас посею пока только то что у меня перед вами находится чтобы именно показать этап в смысле что я и как делаю дальше мы с вами наполняем каждый стаканчик и так друзья я постаралась наполнить стаканчики следующий этап это мы должны утрамбовать с нами с вами снова вот эту земельку и посмотрим сколько у нас осталось до края здесь уже утрамбовываем не слишком то есть просто мы разравниваем поверхность аккуратненько вот так вот толкушечка я утрамбовываю чуть-чуть надавливая итак друзья вот смотрите видно что у нас слой насыпленной почвы получился именно 3-4 сантиметра 3 я считаю это достаточно ну и завершающий этап мы сверху конечно же ее еще увлажним эту почвенную смесь наши посадки вот друзья вот они вот он мой первый постив перца очень я рада очень довольна и очень счастлива надеюсь конечно что у меня хоть что-нибудь зайдет хоть что-нибудь выйдет и хоть что-нибудь получится но для того чтобы получилось что же нам нужно сделать это конечно же закрыть пленочкой затем самое главное при прорастании перца это нужно соблюдать температурный режим если мы хотим чтобы они взошли на там 6 по 8 день температура наша для прорастания должна быть не менее 32 градусов 32 36 36 это уже верхний предел если мы хотим чтобы она у нас ходила взошли через 15-20 дней то естественно температура 25 27 ну а если здесь будет выше 36 то есть 40 градусов то наши перчики вообще потеряют схожесть то есть вот этот вот вот эти рамки вот эти границы температурные они очень важны при всходе прорастания наших перчиков до первые петельки наши сходики должны быть накрыты полиэтиленом и должна быть равномерная температура как только появились первые петелечки мы конечно же пленочку убираем и ставим светлое уже чтоб обязательно нужна досветка чтобы петельки наши полноценно поднялись и раскрылись недольные листочки ну и плюс тот вот это из заглубления вот этих семян почему я именно вот мне понравилось этот способ потому что если мы помельче посадим семечка да то при когда петелька покажется она может упасть и мне например лично этого не нужно поэтому я именно на 3 сантиметра заглубилась семянку посмотрим как это будет выглядеть я конечно же обязательно сделаю обзор первых всходов моих перцев так что если было полезно если желаете видеть продолжение пожалуйста подписывайтесь на мой канал спасибо вам огромное за внимание за комментарии жду может быть каких-то рекомендаций очень буду признательна может быть что то я сделала не так поправите меня учту в будущем буду иметь ввиду всем всего доброго до свидания и пока пока пока